Особое действие развернулось на причале возле стен древнего Ипатии. Здесь у пирсов и келоносов ожидала традиционная русская ладья. Она прибыла в Кострому накануне. На этом судне Олимпийский огонь пересек водную часть пути. Он пролегал по территории нашего региона через реку Кострома. Через реку Кострома Олимпийский огонь переправит традиционная русская ладья. Именно такие ходили по Волге во времена Ярослава Мудрого. На ней убиралась боевая дружина численностью 60 человек. В длину она 14,5 метров, в ширину 4. Выполнена она из дерева. Изготовили ее в Ростове-Великом в 2008 году. На воде она уже два года. Это точная копия ладьи 11 века. Единственное, что выдает, что судно это современное, так это мотор. Украшает ладью голова Тура, имя которого и носит корабль. Это ладья называется Тур. Говорят, что в этих местах в то время давние, не запамятные. Помните, еще Высоцкий пел? То ли буйвол, то ли бык, то ли тур. Вот эта голова, которая сейчас основная фигура носовая, она сделана в натуральную величину. То есть действительно, если представить себе, каков был вот этот волшебный бык, который водился здесь, в этих лесах. И вот он сделан в натуральную величину по материалам, которые находятся в музее, то есть по черепу этого быка, по ископаемым останкам. В ожидании прибытия Олимпийского огня на Ипатевском причале собрались волонтеры и, конечно, тот, на кого возложена ответственная миссия перевести пламя по воде. Пакелоносец Даниил Кудреватых. Ученика Расловской школы Судиславского района переполняют эмоции. Но сам он выглядит весьма спокойно и уверенно. Вы бы видели, как нас сейчас встречали, когда мы ехали на микроавтобусе все вместе. Люди радовались, школьники вокруг, везде на тротуарах махали, кричали. Это было восторг. Каким-то особенно можно себя почувствовать. За олимпийским движением и за эстафетой Олимпийского огня следят по всему миру. И, естественно, за причастность чувствуется. И вот торжественный момент. На карете в сопровождении Екатерины Второй к причалу прибывает Виктор Савельев, тренер олимпийского чемпиона Александра Голубева. За перемещением главного символа Олимпиады в Сочи внимательно следили не только костромичи, но и иностранные журналисты. Кадры, снятые сегодня здесь, на Костромской земле, лягут в основу фильма, который выйдет на канале Франц-2 за неделю до старта Олимпиады. Вы знаете, очень важно быть здесь, потому что понятно, что Олимпийские игры, и это касается всей России, не только Сочи. Во Франции очень большое значение придают Олимпийскому огню, потому что это движение к миру. Во время Олимпийских игр все войны останавливались. Очень хорошее впечатление от Костромы. Мы приехали вчера, прошлись по старому городу, мы восхитились сохраненной архитектурой. За завораживающим действием наблюдали и более тысячи костромичей, от мала до велика. И каждый, признавались зрители, чувствовал торжественность и значимость этого момента. Очень хорошее впечатление, такой огонь красивый на нашей русской воде. Нам очень гордо за Костромо, что этот огонь олимпийский, который в наших сердцах, он теперь будет в нашей Костроме, потому что Костромо – душа Россия. Мы желаем всем счастья, такого же огня, чтобы все были люди добрые, такие же яркие, такие же незыблемые вообще, чтобы такая память. Вот это один раз бывает. Возможно, больше ведь кто-то и не видит этого. Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом. Как солнце по утрам, пусть оно приходит в дом. Мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким, когда ты счастлив сам, счастьем поделись с другим. Ура!